Ну вот, а сейчас хочу передать слово Владимиру. Вот, Владимир, давай. О, Владимир включил звук. Ну что ж, и мы переходим к нашему второму докладу сегодняшнего дня про то, что вот хочу делать игры, хочу делать геймдизайн, с чего начать. Владимир, кстати, новый наш преподаватель, как раз с 11-го потока образовательной программы менеджмент игровых проектов, который стартует в мае, Владимир у нас начнет преподавать. Спасибо большое Владимиру. Я Владимира бесконечно уважаю как геймдизайнера. Он очень крутой. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Передаю слово. Владимир, поехали! Огон! Огон! Итак, да, поехали! Да, собственно, я всю сознательную жизнь работаю геймдизайнером и выполнял достаточно много разных геймдизайнерских задач. Начинал я с баланса, как Константин уже упомянул. Но потом профессионально рос и начинал заниматься всеми видами геймдизайна, которые только возможны. А сегодня мне бы хотелось, на самом деле, рассказать довольно интересную тему, над которой, я думаю, многие задумывались, когда представляли себе работу геймдизайнера. Это, собственно, как придумывать игры. Сейчас я включу демонстрацию экрана, включу свою суперпрезентацию. Придумывать игры – штука своеобразная. И каждый, на самом деле, имеет свой уникальный опыт в том, как ему приходят в голову игры. То есть это может быть просто вдохновение, когда ты играешь в игру и понимаешь, что в ней не так, и ты можешь сделать лучшее. Иногда ты видишь какие-то интересные паттерны в реальной жизни и задумываешься над тем, почему бы не сделать игру на эту тему. Ну, например, я не знаю, вот поиграл в Papers, Please, понял про таможенника и решил, а почему бы не сделать похожую игру только про гардеробщика в театре, например. Или еще что-нибудь в таком духе. Опять же, есть всякие игры, похожие про Бористу в киберпанк-стилистике. Я уже не помню, как игра называется. Вальгала, по-моему, или как-то так. Ну, своеобразное написание названия этой игры. Иногда существует проблема, что ты, как геймдизайнер, должен придумать игру. То есть ты не можешь ждать вот этого присылатого вдохновения или вот знака свыше, что вот про это нужно делать. Плюс ты всегда ограничен ресурсами, и твоя фантазия ограничена этими ресурсами. Вот. Поэтому тебе приходится вырабатывать некий паттерн, по которому ты работаешь. Я работал достаточно много мест. Начинал я с IT-территори над браузерными проектами, потом занимался немножечко казуальным матч-три, но я понял, что это не совсем та стезя, которая мне нравится. Я все-таки больше люблю заниматься мидкором. Пробовал детские образовательные игры делать. Это тоже достаточно интересное направление со своей спецификой. Работал в ZeptoLab, работал в Wargaming мобильном направлении, и сейчас работаю в компании GamingPoint. Да, опять про браузерки и мобилочки. Ну, что поделать. У меня практически весь мой опыт – это мобилки. Я не могу сказать, что я как-то разочарован этим или еще что-то. Мне нравятся мобильные игры. Я играю в некоторые мобильные игры, как сказать, по своей воле, назовем это так. Во-первых, да, ты должен играть в мобильные игры, чтобы понимать, как работает рынок, а можешь играть в мобильные игры для удовольствия. Например, Zelda Scrolls мне вполне нравится. Не скажу, что это Skyrim или еще что-то, но для мобилочки вполне неплохо и залипательно. Жду Diablo мобильный тоже. Мне было бы интересно на него посмотреть. Опять же, есть всякие инди-проекты типа Frame, типа Monument Valley. Ну, то есть, на мобилках есть во что поиграть интересное. И, к слову, о аналитике рынка и прочему, это первое, наверное, с чего я начинаю, когда у меня появляется задача придумать игру. Я начинаю смотреть, а во что, собственно, сейчас люди играют. Это может быть для конкретно мобильных игр, это топ-гроссинга. Я думаю, для ПК-шных тоже существуют свои чарты или хотя бы какие-то статьи по поводу популярных, непопулярных игр. Ты смотришь и примерно понимаешь, что сейчас популярно. Если хочешь снизить риски, то да, это, наверное, первый шаг, потому что, я не знаю, существуют проекты, которые, например, неплохо себя чувствуют на одном рынке, но не очень хорошо на другом. Вот, например, здесь в списочке есть Monster Strike. Это довольно своеобразный, даже, наверное, не арканоид, но что-то очень близкое к арканоиду, который популярен на западном рынке. Вот. О, на западном, на восточном. На западном выпускалось несколько аналогов, но все они канули в лету. Это тоже один из челленджей. А почему бы не попытаться адаптировать популярный на каком-то рынке игру и не сделать что-то для других рынков похожее. Тот же Puzzle & Dragons, например. Есть рестлинг с матч-3 механикой. Вариантов очень много. Опять же, очень много батлеров. Сейчас очень популярны гиперказуалки. Если, допустим, пытаться делать что-то гиперказуальное, то нужно тоже помониторить рынок, понять, какие проекты сейчас выходят, какие проекты делают, в чем специфика. Желательно еще посмотреть эволюцию жанра. Если вы уже выбрали, какой жанр. Например, мы хотим батлер делать или матч-3. Тот просредить эволюцию, как этот жанр развивался, что в нем новое добавлялось, какие нововведения не прижились, почему, и пытаться придумать следующий шаг эволюции этого жанра. То есть, как говорится, кто не знает прошлого, не достоин будущего, здесь примерно такая же история. Потому что, например, делать... Ну, сейчас выходит много матч-3, к примеру, с картой. От этого сейчас тоже пытаются уходить, пытаются добавлять мету в матч-3, еще что-то. Ну, это как один из вариантов. А можно, наоборот, добавить олдскульности и выпустить, например, я не знаю, матч-3 с таймпрессингом, где у тебя не по ходам ограничен уровень, а по времени. Не факт, что это взорвет рынок, но это как вариант. Опять же, от таймпрессинга в свое время ушли. И если окунуться в историю, то можно будет понять, почему так произошло. Собственно, да, это, наверное, первый шаг. Второй шаг – это целевая аудитория. Я должен понимать, для кого я делаю эту игру. Потому что, как правильно, опять же, в свое время говорил Константин, чуть ранее, мы делаем игру не для себя, мы делаем игру для аудитории определенной. И аудитория определяет в том числе и какой жанр будет у проекта, какая специфика, какие фичи следует использовать, какие нет. Опять же, возвращаясь к матч-3 или баттлером, довольно сложно себе представить матч-3 на какую-нибудь военную тематику или еще что-нибудь в таком духе. Милитари матч-3. Просто потому, что этой аудитории не нужен жанр матч-3. Хотя, опять же, существует рестлинг с матч-3 механикой. Я, к сожалению, не помню, как он называется, но он довольно популярен. И это, ну, своеобразный жанр, назовем это так. Вот. Третья история, которую я пытаюсь понять, когда придумываю игру. Да, кстати, по поводу жанров, мне нравятся последние тенденции мэр-ушных игр. Опять же, они пытаются в core-геймплее использовать какие-то непопулярные на мобиле жанры и как-то адаптировать их под мобилки. То есть, это одна из их последних проектов Bombastic Brothers. Это что-то похожее на старую, добрую контру, но только на мобилки. Space Justice, это скролл-шутер с видом сверху, тоже позабытый жанр, не очень популярный на мобилках сейчас, но после адаптации он вполне неплохо играется, я залипал в него прямо, мне очень нравилось. Это тоже подход, это тоже вариант. Давайте вспомним какой-нибудь древний аркадный жанр и пытаемся на мобилке сделать что-то похожее. Вот. Со своей спецификой, естественно, нужно разбираться с управлением, с сенсорным экраном, насколько это будет удобно, опять же, тут два варианта расположения экрана, это вертикальный, горизонтальный, управление одним пальцем или двумя, или двумя руками. Вспоминаю тот же Арчера с его прекрасным управлением одним пальцем и прекрасной механикой. Я бы назвал это руглайк, ну, плюс-минус, соответственно. Тоже адаптированный под мобилки и очень-очень хорошо, очень качественно сделанный. Вот. И третье, что довольно много ограничений при придумывании игр создает эта команда. Потому что, ну, если ты делаешь один игру, то да, ты сам прекрасно понимаешь, что ты умеешь, а что нет. Ну, там, 3D-модели, например, я не умею делать, или вообще рисовать не умею, или кодить не умею, или я как геймдизайнер вообще ничего не умею, кроме написания документаций. Вот. Ну, и считать какие-то цифирки, балансы экономики и прочее. От команды очень многое зависит, потому что ты примерно понимаешь, кто у тебя есть в команде, и сразу уже отсекаешь кучу вариантов того, чтобы ты хотел делать. То есть, например, у вас нет 3D-шников, значит, либо вам нужно будет нанимать 3D-шников, и это определенно и риски. Либо пользоваться 2D и пытаться сделать 2D-игру. Или там, например, есть проблемы с сервер-клиентом, поэтому нужно думать, что делать с сервером, и нужно ли, нужен ли какой-то сложный сервер для игры. Все это довольно неплохо режут хотелки, так скажем, но в том числе помогать придумывать какие-то оригинальные решения, и в том числе вот мне проще работать, когда у меня много ограничений, потому что я не начинаю, я не рассекаюсь мыслью по древу, не думаю, а вот хотелось бы сделать вот это, вот это, а почему бы не сделать ММО там, тра-та-та. У меня всегда есть ограничения, это может быть ограничение в бюджете, это может быть ограничение во времени, ограничение в команде, ограничение платформы. Чем больше таких ограничений, тем мне проще придумывать игру, потому что я начинаю задумываться уже над конкретными вопросами, а не просто витать в облаках и придумывать некого сферического коня в вакууме. Таких, опять же, ограничений, это могут быть ограничения от инвестора. Инвестор может хотеть там какой-то определенный жанр. Например, он хочет клон Диабло на мобилку. Или инвестор хочет, я не знаю, визуальную новеллу, что угодно. Тогда уже чаще всего ты начинаешь креативить в рамках определенного жанра или определенной задачи. В любом случае, должна быть задача, эта задача должна быть сформулирована, и у нее должен быть определенный KPI. То есть ты должен понимать, что ты должен выдать на выходе. Вот с детскими играми был момент, когда таким KPI стал коллекционирование. То есть нам нужно было сделать игру про коллекционирование, потому что в том возрасте, для которых для детей, для того возраста, для которого мы делали игру, это довольно популярная механика, им нравится коллекционировать, там марки, монеты, все что угодно. Мы в свое время в похожем возрасте коллекционировали наклейки и наклеивали их в альбомы. Кто здесь старый, вроде меня, может вспомнить всякие Mortal Kombat, Черепашек-ниндзя, диснеевские мультики и прочее. Это было отправной точкой для того, чтобы придумать детскую игру. То есть нам нужно что-то с коллекционированием, но тут хотя бы понятно ядро, вокруг которого мы можем накручивать все остальное. И да, команда основное ограничение чаще всего при придумании игры. И опять же, тут, по-моему, вспоминали Кровь в пот и пиксели Шрайера. Там была замечательная статья про Банжи. Ребятушки долгое время под крылом Microsoft делали Halo космические шутеры от первого лица. Им это очень надоело делать Halo, потому что, ну, большие игры они делаются довольно долго. И человек, на самом деле, за свою карьеру таких больших проектов делает, ну, 3-5, наверное, не больше. Вот. Ребятушкам, естественно, надоело делать космошутер от первого лица. И они очень хотели сделать что-то свое. Ушли из-под крыла Microsoft'а, начали ресерчить, собственно, что бы они могли еще сделать. Ну, и выяснилось, что у них неплохо получаются космошутеры от первого лица. Удивительно. Поэтому они сделали Destiny. Это, ну, проект совершенно другой, но при этом сильные стороны команды здесь используются по максимуму. И Lore, и механики. Когда ты можешь из загашника достать какие-то уже отработанные механики той же отдачи при стрельбе, того же левела дизайна, дизайна брони, пушек и так далее, это замечательно, это экономит время. И при этом ты получаешь удовольствие, когда перекладываешь свой опыт на игру. То есть, да, тебе может надоесть делать одинаковые игры, но при этом ты всегда можешь делать игры одного жанра, одного сеттинга, но при этом делать их максимально разными. Ну и Destiny, наверное, это громко звучит, но такой вот свежий глоток воздуха, наверное, в свое время было. и игра действительно качественная и хорошо получилась. Но при этом ребята рассказывали, что у них огромная команда была, но, конечно же, были свои ошибки, свои минусы, и вот этот знаменитый мем про 65 из 100, вот это вот все, но при этом продукт был действительно качественный. И ограничения команды, мне кажется, сыграли на пользу проекту. Вот. Когда мы, собственно, решили, что мы хотим делать, там, 3D-шутер, матч-3, пазл, это может быть все что угодно, там, детская игра образовательная, мы начинаем составлять фичлист, что у нас в игре, собственно, должно быть. Фичлист – это штука достаточно большая и объемная. Естественно, ты начинаешь писать все, что приходит тебе в голову, составляя фичлист. Ты пишешь, что у тебя, естественно, должна быть корр-механика какая-то. Должны быть метагеймплей. Его может и не быть, или он может быть очень куцый. Но нужно понимать, нужно он тебе или нет. Добавляйте социализацию, типа чатиков, друзей, подключение соцсетей, все что угодно. Дальше идут кланы, квесты, пвп, пве, миллион механик. Ты должен понимать, нужна ли эта механика в твоей игре, хочешь ли ты ее сделать. И основной вопрос каждый раз, когда ты составляешь фичлист и пишешь, вот, я хочу кланы или там, я хочу квесты. И ты задаешь себе вопрос, зачем? Потому что составив фичлист, у тебя может быть огромное количество механик, даже в которых ты сам начинаешь путаться, и это начинает выглядеть, как какой-то космолет огромный, неподъемный и так далее. Поэтому для каждой для каждой фичи есть такая замечательная лакмусовая бумажка, которая определяет, нужна эта фича или нет. Это вопрос, зачем? Вопрос, зачем? Это главный и основной вопрос геймдизайнера во время работы. Все, что ты делаешь. Поскольку ты как геймдизайнер стартуешь фичу, над которой уже начинают работать, художники, программисты, куча народу, аниматоры, звуковики, миллион людей будут, ну не миллион, ладно, но много людей будут вовлечены в процесс разработки этой фичой, над какой-то фичой. Важно тебе, как геймдизайнеру, как человеку, который стартанул всю эту фичу, понимать, зачем вообще люди ее делают, чтобы это не была работа в стол. Потому что это демотивирует команду, и когда фича появляется в игре, и она не работает, ты, не отвечая на вопрос зачем, ты не можешь понять, а как должна была работать фича, которую ты запустил в игру, и над которой люди трудились там несколько месяцев. вот. Да, каждый раз, делая любую, даже самую простую, нужно задаваться вопросом зачем. Зачем мы делаем ту или иную вещь. Часто на данный вопрос люди отвечают, ну, сотрудники, коллеги, очень много людей, я слышал, много вариантов ответа, зачем нужна та или иная фича, ну, потому что это весело, потому что в подобных проектах есть такие фичи, ведь есть кланы, почему бы нам не засунют кланы в игру, ну, это весело, оно есть в подобных играх, варианты ответа, это разнообразие геймплей, еще что-то, все эти ответы не имеют под собой четкую KPI, то есть, когда фича делается, нужно ответить на вопрос зачем и померить, то есть, как мы будем мерить любую фичу, которую добавляем в игру, как мы поймем, успешно она зашла игрокам или нет. Не, ну, конечно, существуют форумы и фидбэк от игроков, но, как тут уже говорили, я верю цифрам, поэтому для каждой фичи нужно четкое понимание того, как мы будем ее оценивать после закуска. Поэтому на данный, на вопрос зачем, подобные ответы я обычно не приемлю, потому что их нельзя померить, нельзя понять. В игре будет весело, если мы добавим что-то в игру. Окей, что такое весело? На самом деле вопрос довольно интересный, что такое весело, как посчитать, весело игроку или нет? Мы можем посчитать процент людей, которые играют в определенную фичу. Например, мы ввели новый режим, у нас были бои один на один, а мы ввели бои два на два. Смотрим, какой процент игроков в них играет, а какой нас удовлетворит процент. 30% игроков играют в эту фичу или 50, или 70. Тоже вопрос. То есть все это нужно продумывать на этапе придумывания игры, на самом деле, в самом начале, когда вы придумали вот это ядро, которое у вас есть, как я говорил, например, с коллекционерами, а дальше все, что вы придумываете, уже идет на поддержку этого ядра и лепится на него сверху, тем самым создавая объем, создавая сложные взаимосвязи. Core Loop, Meta Loop, в общем, по-разному это можно называть, но это то, во что, собственно, игроки будут играть. А правильно отвечать на вопрос зачем? Я обычно жду ответа, как это повлияет на метрики игровой. То есть мы добавляем в игру кланы. На какие метрики это должно повлиять? Ну, скорее всего, на долгосрочный retention, потому что у игроков появятся некие социальные связи, некая ответственность перед другими людьми в клане, и они будут реже уходить из игры. Наверное. Ну, вот мы примерно так и предполагаем. Мы можем добавить какой-нибудь Daily Quest к нему или вообще добавить Daily Quest в игру. Как мы будем считать, на какой метрики это влияет? Скорее всего, это будет влиять либо на количество сессий в день, когда игроки заходят не три раза в нашу игру, а пять, потому что у них появились квесты и они хотят их сделать до следующего дня, когда квесты обнуляться. Либо это повысит среднюю сессию в игре. То есть, если раньше игроки играли, допустим, пять минут, теперь они будут играть десять минут в нашу игру. Пять раз по десять минут, а до этого играли три раза по пять минут. Окей, хорошо, ну, будем считать, что это является KPI в нашей фичи. Мы повлияем на вот такие параметры и после запуска мы посмотрим, поменялись они или нет. Или игроки, возможно, даже играют не так в фичу, которую мы им предложили. Или наоборот. У меня тоже на практике была ситуация, когда в игру введено такое большое количество фичей, что у игроков тупо не хватало времени, чтобы все это делать. То есть, они не успевали по всем фичам или, допустим, они проходились по какой-то дейли активности, это занимало у них час времени. То есть, пока все квесты сделаешь, пока там во все режимы поиграешь, пока там еще что-то сделаешь, это занимало у них час, например. А через час все, что они сделали в начале, опять откатилось, и они опять могут это делать. И получается, что игроков нет времени на какую-то дополнительную активность или даже просто отложить игру на какое-то время. У них постоянно есть что-то. С одной стороны, это хорошо. Когда у игрока есть во что поиграть, это хорошо. Но опять же, нужно понимать, сколько мы хотим, чтобы игрок времени проводил в нашей игре. Проводил время в нашей игре. Не 24 часа же. Потому что игроки очень быстро отвалятся. Поэтому существуют такие механики, как энергия, те же сердеечки в матч-тришечках. Ограничивающие механики тоже есть, но всегда нужно понимать, зачем ты выводишь эти механики. И как это повлияет на метрики. Очень простой пример. Во всех играх есть дейли-реварды. В каждой, наверное, мобильной игре в том или ином виде существуют дейли-реварды за то, что игрок подряд заходит несколько дней в игру или даже не подряд. Например, он просто можно выдавать награду за 3, 5, 7 заходов в игру. Это может быть даже вариантов реализации много. Мы понимаем, на что эта фича может повлиять. Она повлияет на краткосрочный ретеншн. Второго, третьего дня. Может быть, седьмого дня. Мы понимаем, что мы добавим эту фичу, у нас должен вырасти ретеншн. Хорошо. Мы добавляем фичу и раз ретеншн не растет. Окей. значит, что данная фича в нашем случае либо награды мы даем слишком слабо игроку, либо еще что-то. Мы могли просто оставить и все. Вот у нас есть заглушка, она для галочки у нас стоит. Типа, вот мы сделали дейли реварда, отлично. Но она не работает. Просто потому, что мы заранее подумали над тем, что у нас в игре изменится после введения этой фичи, посмотрели, ничего не изменилось, ну и дальше уже решаем, что делать. У меня был опыт, когда мы в игру вводили дейли реварды, просто опять же, потому что во всех же играх есть, почему бы и нам не сделать дейли реварды. Ну, потратили время, пару недель на то, чтобы эту фичу нарисовали, закодили и так далее. Какое-то время потратили на баланс наград, но фича практически не повлияла на ретеншн. Там, какой-то лишний процентик был получен, но опять же, это можно было объяснить просто флуктуациями данных. Ну, вот сегодня у нас чуть больше народу вернулся в игру, завтра у нас чуть меньше народу вернулся в игру, то есть это не было каким-то качественным изменением. Ну, время было потрачено, обидно, конечно, что фича не работает, но мы хотя бы об этом знаем. И дальше мы уже принимаем решение трогать эту фичу или нет, или оставить как есть. И нас все устраивает. Самое сложное в придумывании игры это решить, почему наша игра будет уникальной. Какая вещь в нашей игре будет отличаться от других игр подобного жанра и почему она зайдет игрокам. То есть, опять же, ну, для фантазии вариантов миллион. Давайте сделаем шутер с матч-3 механикой. Ну, как вариант. Опять же, я напомню про рестлинг с матч-3 механикой. Вот он есть. Всякие РПГшки с матч-3 механикой вполне себе существуют. Ну, я не скажу, что они супер популярны, кроме паззла и драгонс, но все равно. Или мы, я не знаю, добавим мощную социализацию как-нибудь в игру. То есть, у нас будут не просто какие-то монстровики юнит или еще кто-то, а это будут наши друзья там по фейсбуку и еще что-нибудь в таком духе. Тот же, я не знаю, Агарио с социализацией. Ну, то есть, вот эти вот кружочки, которые бегают и пожирают друг друга, это не просто кружочки с именами, а это кружочки с фотками друзей из фейсбука или с реальными фотографиями, что-нибудь в таком духе. Вот. Рейганс игра с тиндер-механикой свайпов вправо-влево для принятия решений. Отлично. Вот он, USP. Это может быть игра другого жанра, но с подобной тиндер-механикой. Даже пример взят не из игр как таковых. То есть, принятие решения свайпов вправо-влево, тиндер-это не игровое приложение, это дейтинг-приложение, но для игры отлично адаптированная механика. Поэтому здесь вариантов очень много. Это может быть вот как в Homescapes, Gardenscapes, мета с постройкой сада, дома и с мощной стори-теллинг составляющей. Ну, мощной для матч-3. Вот. Это может быть, я не знаю, можно сделать боевку Hidden Object в Батлере. Вариантов миллион. Но все разбивается об предсловутый вопрос зачем? Зачем добавлять Hidden Object механику в Батлер? Нет, на этот вопрос всегда можно ответить прототипом. Можно сделать прототип, поиграть в него и сказать, да, мне нравится. То есть, ну, это выглядит прикольно, в это люди залипают. Вот. Тогда отлично, тогда у вас появился USP. Просто думать, что какая-то вещь уникальная в игре, потому что нам так кажется, это не совсем правильно. Всегда нужно проверять это на уровне прототипа. То есть, допустим, мы делаем шутер с видом сверху, там, я не знаю, в темноте. И мы видим перед собой только вот небольшой конус. Окей. Почему это можно? Ну, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь вариант Fortnite или PUBG. Или матч-3 про пробки на дорогах. Пожалуйста. я сейчас беру из какого-то своего адового омута подсознание все эти вещи, но они ничем фактически не подкреплены. То есть, да, можно что-то сделать, да, это, ты поймешь, что это играется хорошо, и это достаточно, как сказать, складная механика, только после того, как ты ее потыкаешь. Ты в нее потыкаешься и поймешь, да, окей, хорошо, это вот играется действительно круто, либо нет, это играется отвратительно, и я придумал какую-то ерунду. Это может быть, я не знаю, я играл в свое время в аналог 20-48 только выживач, когда тебе нужно было что-то крафтить с помощью механики 20-48. Или ты, например, строил какое-то поселение, то есть, ну, опять же, вариант брать старые аркадные жанры, адаптировать их под мобилки и лепить вокруг них какую-то мету вполне себе подход. Берем контру, берем скролл-шутеры, можно взять арканоид, можно взять айскламбер, миллион старых хороших игр и попытаться подумать, как они будут выглядеть в современной обработке, назовем это так. И это все, опять же, USP. Вот самое сложное это придумать USP, который бы гармонично смотрелся в игре, потому что USP это как раз то, что новый шажочек вперед относительно жанров, в котором вы работаете. Это достаточно большой, это сложная большая задача, требующая неимоверных усилий в плане ресерча, в плане партикипирования и в плане огромного количества подводных камней, которые можете вылезти, потому что вначале вам кажется, что это действительно прикольно играется, а на практике это выглядит отвратительно и вообще никак не играется. Или играется так же. Это тоже, ну я не скажу, что это хороший вариант USP, когда тут вспоминали АФК-арену в плане арта и в плане комьюнити в том числе, но здесь АФК-арена первое, что мне бросилось в глаза, это то, что с одной стороны это батлер, но при этом с механикой айдлера. Окей, хорошо, вполне себе неплохое сочетание двух механик из разных жанров. Было еще, господи, я не помню, как игра называлась, Бурила или как-то так, в которой я тоже играл, когда тебе, ну это тоже айдлер своеобразный, но там действительно очень много механик, и когда я общался с коллегами, мы предположили, что ребята просто, опять же, подход вполне себе хороший. Берешь механику, вставляешь ее в игру и смотришь, как она работает. Но правильно отвечает на вопрос, зачем ты вставляешь вот эту механику в игру, ты всегда поймешь, правильно ты сделал или нет. То есть мы хотим увеличить ретеншн, окей, ретеншн мы хотим увеличить вот этой фичей, отлично, делаем, смотрим ретеншн. Среднее время игры делаем, смотрим. И это самое правильное, потому что померить фан и прочие вещи, довольно тяжело. То есть непонятно, понравился людям как от фича или нет. Опять же, да, АФК-арены с их Адлер-механикой в батлере. Клэш-рояль, опять же, ну это очень такой банальный пример, но в том числе карточная механика плюс вот эта боевка их отлично работают. То есть мне было приятнее в свое время играть в Крэш-рояль, чем в тот же Хардстоун, просто потому, что она лучше ложится на мобилке. Она лучше играется на мобилках, там, короче, сессия, там есть различные турниры и прочее, что мне очень нравилось. Клановые взаимодействия, опять же. Кланы в игру добавляются не просто для галочки, типа, игра состоит из пяти пунктов. У нас должно быть вот это, вот это, вот это, вот это. Нет, так не работает. Все эти пункты составляете вы и каждый пункт, он чем-то продиктован. Если эти пункты друг друга поддерживают, то получается хорошая, стройная игра, где каждая активность позволяет игроку очень естественным образом переходить от одной механики к другой. И у нее никогда не возникнет вот этого вот диссонанса, типа, а почему мне здесь нужно вот этой ерундой заниматься, мне она тебе не нравится. Там, какой-нибудь фарм или еще какие-то вещи, которые в тех же батлерах довольно популярны. Вот. И здесь я всегда сравниваю игру, когда вижу ее на достаточно высоком уровне абстракции, как говорил мой преподаватель в университете. Нужно подняться на определенный уровень абстракции и посмотреть сверху вниз на все это дело. Когда смотришь на игру, я всегда ее представляю в виде какого-то дерева с разными ветками эти ветки, собственно, фичи. То есть одна ветка это кланы, одна ветка это боевка, одна ветка это там айтинизация какая-нибудь. Все-все-все, что он там, я не знаю, декорации в домике игрока, отдельная ветка и когда эти ветки слажены и хорошо между собой работают, получается красивое стройное дерево. Когда есть перекос в какую-то сторону или какие-то ветки были добавлены в игру просто для галочки и получается вот что-то то, что вы сейчас видите на экранах. Я бы здесь сказал, что вот это сверху выглядит как игра в которой слишком большое внимание отдано ПВЕ отчасти с дейли-ревардами вот которая по центру торчит влево но вот она не нужна. Если все фичи и все работает между собой слаженно и хорошо то получается вот что-то подобное. Здесь каждая ветка играет свою роль для того, чтобы создать в итоге внешне что-то похожее на красивое хорошее дерево. Я не говорю, что верхнее дерево это плохая игра. Я скорее говорю о том, что если игра в моем понимании выглядит так, то значит нужно что-то с этим делать. Обрубать часть веток, добавлять что-то, ну, ухаживать за деревом, назовем это так. В какой-то момент вам захочется прилепить к этому дереву скворечник или качели. Окей, хорошо, ну, причем на дереве снизу эти качели будут не очень выглядеть на самом деле и вообще не очень понятно, как эти качели лепить к дереву снизу. А к дереву сверху вполне себе. Вот можно, если присмотреться, прикинуть, куда можно прилепить качели. И это, ну, это хорошо. Качели здесь будут смотреться неплохо. И всегда нужно к созданию игр подходить вот мне кажется таким образом. Потому что геймдизайнер это тот человек, который в первую очередь должен понимать зачем все, что делается с игрой, зачем вообще это нужно. У меня в практике я очень часто, когда описываю какую-то фичу в документации в начале пишу цели данной фичи. То есть, зачем мы ее вводим. Ну, например, хотим, чтобы игрок 20% времени играл в таком-то режиме. Чтобы он получал какие-то ресурсы, которые ему нужны для того-то, для того-то. Чтобы не давать эти ресурсы в оригинальном режиме, потому что в данном случае игрок только и будет что играть в оригинальном режиме один на один дуэли. мы добавляем 2 на 2, чтобы он получал уникальный ресурс, который ему нужен. И мы надеемся, что там типа 70% игроков будут в этот режим играть. Ну, или то же самое с кланами. Сколько, сколько процентов игроков у нас вступили в кланы? Ну, типа 50%, много или мало? Мы хотим, наверное, чтобы больше игроков в кланах, в кланной активности участвовали. Вот. И да, придумать просто, ну, довольно сложно, когда ты придумываешь игру, вот так вот сходу сказать, типа, я хочу вот шутер. Вот. С такой-то, такой-то механикой. Всегда нужно от более глобального взгляда на игру опускаться все ниже и ниже и детализировать это фьючер-листом, чтобы в голове у самого геймдизайнера появилось представление о том, как эта игра будет выглядеть в конце. То есть, если существуют какие-то белые пятна, типа, ну, я не знаю, как будет работать инвентарь в игре, ну, наверное, что-нибудь придумаем. Вариантов реализации инвентаря миллион. Вот. Это на самом деле не очень хорошо, потому что, скорее всего, этот инвентарь сломает что-то еще. Когда ты будешь пытаться вставить инвентарь в игру, ты поймешь, что он работает не так, потому что у нас либо слишком много предметов в игре, когда инвентарь слишком большой получается, и там нужно скроллить полчаса, нужно добавлять какие-то вкладочки в инвентарь, нужно поиск по предметам добавлять и еще что-то. Вот. Или наоборот, у нас в игре пять предметов, для них и не нужен инвентарь. Зачем? Игрок и так где-нибудь в интерфейсе их любит. Или наоборот, добавить в интерфейс отображение этих предметов и не городить огород с инвентарем. Вот. Эти вопросы возникают постоянно по мере того, как описывается игра, как она придумывается. И в итоге чем раньше будут даны ответы на вопросы вообще всего геймплея, тем более красиво и более эффективно фичи будут работать внутри игры, создавать нужный опыт игровой. И на самом деле игра будет выглядеть достаточно достойно, назовем это так. То есть, когда ты играешь в игру, ты всегда понимаешь, ну, чаще всего понимаешь, что какие-то вещи туда были добавлены по не совсем понятной причине. Мне в свое время в Destiny очень понравилось, опять вернемся к ней, когда я прокачался до максимального уровня в Destiny и продолжал получать опыт за убийство врагов, за выполнение крестов и так далее. И этот опыт конвертировался потом в бейджики, которые я мог превратить в какие-то изменения скина своему персонажу. То есть, я получал бейджик за каждый новый как бы полученный уровень. Получал бейджик, шел к вендору и обменивал у него эти бейджики на красивости разные. И меня это в свое время просто поразило. Я такой смотрю и думаю, господи, а что, так можно было? Ну, окей, я прокачался до максимального уровня, но опыт мне полезен после прокачки максимального уровня. Опять же, вот решение Destiny этого вопроса. Есть вариант дьяволовского решения, когда в игру просто добавили парагон, бесконечно качайся и получай опыт, и получай уровень. Ну, это тоже решение. Какое-то решение выглядит более элегантно, на какое-то менее. Скорее всего, парагон в игру был добавлен уже после того, как был составлен основной фичерлист. Вот. А придумывание, обмена опыта на бейджике для изменения скина, это выглядит как решение, которое было придумано в процессе составления фичерлиста. То есть, оно не выпирает куда-то в сторону. Оно очень гармонично ложится в основной геймплей, оно очень гармонично в лоб добавлено и выглядит естественно. Мне вот всегда кажется, что все фичи должны выглядеть естественно в игре и не выглядеть как фича, которые добавили, но просто потому, что нам вдруг захотелось что-то добавить. Собственно, это, наверное, основные моменты моего подхода к придумыванию какой-то игры новой или даже на самом деле к улучшению текущего проекта или каких-то изменений в старых проектах, если мы хотим, ну, если у компании есть какие-то легоси проекты, которые хочется пощупать, посмотреть, потрогать, это тоже вполне себе достойный подход. Поэтому, резюмируя все это дело, я бы сказал, что основное правило из всего, что я озвучил, это отвечать на вопрос зачем по каждой фиче в игре. Даже самый банальный типа аватарки. Мы игроку даем возможность менять аватарку своему персонажу либо вводить имя. Даже вводя имя в игру, нужно понимать, зачем мы добавляем функционал имени. Кто его увидит, зачем оно нужно, какой опыт несет от фича. То есть, основной вопрос зачем, и отвечая на этот вопрос, основным мерилом ответа, в моем понимании, должны быть метрики. Мы должны понимать, какая метрика в игре от этого поменяется в лучшую сторону, в худшую сторону. Ну, если в худшую, то понятно, зачем нам делать, поменяется в лучшую сторону, насколько она должна поменяться. И после запуска фичи смотреть, угадали мы или нет. Да, может, мы не угадали. Или еще один очень скользко упомянул момент об тестированием. Многие фичи можно добавлять в нескольких вариантах и смотреть, какая работает лучше. Те же самые кланы и стоимость создания клана или количество людей в клане. Это все вещи, которые довольно тяжело, ну, их можно посчитать, но это будет взятое с потолка, скорее всего, цифра. Ну, или основываться на каких-то умозаключениях, которые не то, что могут быть ошибочны, а скорее эти выводы могут быть неточны. Какие-то вещи мы можем тупо не учесть. Например, я не знаю, за хард-валюту или за софт-валюту создаются кланы. Если за хард, то их будет меньше. Если за софт, то их будет. Ну, миллион таких вопросов. И основной вопрос зачем? Основной ответ метрики. Наверное, все. основными вещами я бы, наверное, оставил вот это и всех бы призвал к тому, чтобы стараться у каждой фичи, у каждой фичи, у каждой детали в игре задавать эти вопросы и пытаться найти на них ответы. И тогда вся игра будет складываться в довольно гармоничный проект с механиками, которые друг с другом взаимодействуют и будет нравиться игрокам. И они сами будут понимать, зачем в игру те или иные вещи были добавлены. Это вообще замечательно. Это лучшая, наверное, похвала для геймдизайнера, когда аудитория понимает, зачем какие-то изменения были внесены. Вот. Все. Всем спасибо, наверное. Меня можно добавить в фейсбучики и писать мне периодически разные вопросики, если они возникнут. Ну и здесь, опять же, я готов ответить на вопросы, которые были. Спасибо тебе большое. Ну что ж, тогда сейчас, вот сейчас я открою вопросы, которые задают наши слушатели и буду тебе их задавать. Но вначале давайте скажем Володе спасибо и похвапаем. Так. Ну что ж, Володь, вот пишут спасибо, круто, спасибо, спасибо, аплодисменты и уже есть вопросы. Каин Кин спрашивает, Владимир, можешь, пожалуйста, описать кратко свое мнение разницы геймдизайнера и левелдизайнера? О, какой сложный вопрос. Спасибо. Да, могу. На самом деле левелдизайнер это тоже геймдизайнер, но, так сказать, с определенной спецификой. То есть геймдизайнеров существует много видов разных. Это могут быть геймдизайнеры балансеры, которые занимаются балансом, экономикой, монстрами и еще причем даже среди геймдизайнеров балансеров может быть деление на геймдизайнеров, которые занимаются монстрами и боевкой, геймдизайнеры, которые занимаются лутом и ценами, геймдизайнеры, которые занимаются поведением монстров. То есть ты можешь, как у нас было в свое время, ты можешь посчитать монстра, вот типа у него столько жизни не столько урона, а дать другому геймдизайнеру, который уже этой жизни и урон посчитанный превратит в какие-то способности. И какой-то интеллект монстру создаст минимальный. Типа там лечиться после трех ударов, или наносить аудешный дамаг раз в 7 секунд и подобные вещи. Левел-дизайнер тоже часть геймдизайнера, часть отдела геймдизайна, назовем это так, который занимается собственно локациями, уровнями. То есть, ну, это может быть уровни в матч-3. Это один вид левел-дизайна. Как придумать уровень в матч-3, чтобы он был интересный, чтобы и выглядел красиво, потому что с самым же Homescapes, Garden Escapes, само поле матч-3-шное выглядит прям очень хорошо. Вот, это может быть левел-дизайнер, который занимается, я не знаю, уровнями, там, картами в PvP. Вот, у нас на наших детских проектах были левел-дизайнеры, которые занимались вот конкретно локациями, чтобы по ним было приятно бегать, чтобы там нельзя было сильно заблудиться, чтобы были какие-то укромные места, куда можно там какой-нибудь секрет запрятать, или еще что-нибудь в таком духе. Вот. Ну, по сути, левел-дизайнер — это геймдизайнер, который создает игровой опыт через уровни и локации. назовем это так. Спасибо, спасибо большое, Володь. И мы рады приветствовать Валентина с Еленой, которые к нам присоединились. Валентина с... Елена с Валентином — это следующие наши спикеры, которые через 20 минут расскажут интересные штуки про экосистему Unity, которые наверняка многие из вас не знали, те возможности, которыми можно воспользоваться, когда делаете проект на Unity. А тут вот такой вопрос интересный, Владимир, задали еще даже до того, как ты закончил. Владимир, как собрать метрики на этапе припродакшена, когда еще нет игры? Прям такой, мне самому интересно. Когда еще нет игры, всегда есть прототип. Прототип — это штука, которая делается максимально быстро, выглядит максимально страшно, но при этом отражает основной геймплей игры. То есть это могут быть квадратики, треугольники, которые бегают, стреляют лучами друг в друга, там, я не знаю, разваливаются, исчезают, забегают за какие-то укрытия, все что угодно, вариантов миллион. И на этапе прототипа собираются фидбэк по этому прототипу. То есть вы делаете прототип, скидываете его максимально большому кругу людей, и получаете от них фидбэк, что им понравилось, что не понравилось, где они затупили, все ли было понятно, какое время они играли. Типа, ну, я там залив на полчаса, вот так-то, так-то. Вот. И первичные метрики на самом деле будут метриками прототипа. Весь фидбэк, который, возможно, даже не в виде цифр, а просто вот в виде текста. Мне там понравилось вот это, вот это, не понравилось вот это, вот это, вот здесь я понял, как играть, вот здесь не понял, как играть, и тому подобные вещи. Обычно так, ну, обычно делается так. Минимальный прототип, сбор фидбэка, вот знакомых, ну, мне в среднем хватает, наверное, человек 20 попросить, чтобы примерно составить представление о том, заходит людям игра или нет. Но опять же, нужно понимать целевую аудиторию. То есть, если вы делаете детскую игру, то тестировать лучше на той целевой аудитории, там, допустим, не знаю, дать поиграть, там, младшим, не знаю, племянникам, племянницам, еще кому-нибудь. Вот. Если вы делаете какой-нибудь шутер, то лучше дать поиграть людям, которым нравятся шутеры. То есть, не нужно давать, там, своей бабушке, например, играть. Окей. Можно, конечно, но, как бы, это будет нерелевантная выборка, и ее фидбэк, ну, будет не совсем верным, скажем так. Хорошо. Володь, а вот Софья Мехкова задает такой большой вопрос. Владимир, скажите, почему во многих мобильных играх поддерживается анонимность пользователей и невозможно переписываться? Карточные игры зачастую дают исключительно фиксированные аватары даже. Социализация же очень важна. Какие могут быть причины такого выбора разработчиков? Что вы думаете? Причин, на самом деле, не так, чтобы много, но они есть. Чаще всего, это, конечно же, токсичность. Вот. Токсичность аудитории, и особенно, если ты играешь в PvP-игру, где можешь переписываться со своим соперником, это может привести к достаточно плохим негативным посредствиям в плане того, что, во-первых, вы никак не можете контролировать, о чем переписываются игроки между собой. и токсичные негативные игроки могут испортить опыт другого игрока вот своей как раз токсичностью и неадекватным поведением. И ты даже как игрок не можешь это активно регулировать. Переписка, допустим, внутри клана еще возможна. То есть, если внутри клана будет переписка и будет какой-то неадекватный человек, который пишет какие-то неадекватные вещи, его всегда можно заблочить или выкинуть из гильдии. Ну, из клана, неважно. Володь, а ты не думал вообще, ну, вот как думаешь, а может быть, здесь самая основная причина это фичи каты, что просто стоимость разработки интеграции такой фичи, особенно если игра без сервера, ну, когда с сервером еще понятно, а когда вообще без сервера, стоимость разработки интеграции такой фичи, интеграции сервера, она просто дороже, чем эффективность того, что принесет эта фича, и намного лучше просто ресурсы бросить в другую, ну, там, сделать еще один класс, я не знаю, там, и все что-то такое. Нет, тут я совершенно согласен, просто, ну, если игра, допустим, делается на юнити, там уже есть куча готовых решений, как можно реализовать. Чаще всего как раз из-за негативного опыта не добавляются чаты. Опять же, если у тебя есть PvP, то у тебя уже есть какой-никакой сервер. Ну, это да, с PvP, конечно. Вот. Третий момент еще есть. В игру могут играть дети, и, соответственно, ты тоже не можешь нормально мониторить, какой контент получают дети в итоге в игре. То есть, ну, в твой батлер может играть какой-нибудь 14, 15, 16-летний пацан и тоже либо читать в чате какую-то жесть, либо писать в чат какую-то жесть. вот. Ну, это и законодательно как бы в некоторых странах Европы запрещается любое взаимодействие с несовершеннолетними текстовая в игре. Ага. Хорошо. Спасибо, Владимир. Курт Краузер спрашивает, как сам... Ага, так, это мы уже у тебя спросили. Владимир, есть ли еще какие-нибудь способы эффективной оценки USP, кроме прототипирования? Чаще всего... Ну, я бы не сказал, что есть эффективные способы, но это может быть самый простой вариант. Это основываясь на какой-то логике решить, что да, вот в этой игре мне не хватает того-то, того-то, если бы я это добавил в игру, то игралось бы хорошо. Опять же, это некое умозаключение, которое не физическое умозаключение. То есть, ты просто подумал, что неплохо было бы добавить в игру такую штуку, и тебе кажется, что оно будет хорошо играться. Ты можешь попробовать описать это дело и в процессе описания понять, какие возникают подводные камни с реализацией этой штуки. Когда ты просто придумал, типа, а давайте добавим аукцион в нашу игру. Ну, например. Вот. Окей, хорошо. Ну, звучит прикольно. Давайте добавим аукцион. Потом ты начинаешь расписывать документацию. Так, аукцион, он должен открываться вот в таком-то окошечке. Я должен видеть там то-то, сё-то, пятое, десятое. У меня там должен быть поиск. У меня вещи, купленные на аукционе, должны куда-то отправляться, когда я их покупаю. Когда я их выложил на аукцион, прошло время, на которое... Ну, то есть, мне нужно время, на какое я могу выкладывать предмет. И вот миллионы вопросов, которые возникают в процессе описания какой-то фичи. Если первая, так сказать, проверка возникает в тот момент, когда ты её описываешь и понимаешь, что да, я всё описал, всё понятно, всё ложится хорошо, красиво, можно, в принципе, реализовывать. Это даже первый шаг до прототипа, потому что прототип нужно делать по какой-то документации. Поэтому написание документации наверное первое проверка стойкости идей, назовём это так. Хорошо. А вот про аукцион ты вспомнил, это ты в Легенду наследия драконов эту фичу вёл? Аукцион уже был, я много с ним работал. Помню, помню эту игру. Ставьте плюс в чат, кто помнит Легенду наследия драконов. Это вот 10 лет, 11 лет назад я как раз попал в игровую индустрию благодаря тому, что играл в эту игру и потом пошёл на собеседование к админирую этой игры. Так, вот Александр Абрамов спрашивает, Александр Абрамов, кстати, плотно занимается в том числе виртуальной реальностью, про которую говорили, и следующая онлайн-конференция, которую я надеюсь мы сделаем в мае или в июне, она как раз будет про виртуальную реальность и делать вот в том числе вместе с Сашей её будем. Вот Саша спрашивает, про музыку в играх, а можно ли продвигать свою музыку в играх? Есть ли какие-нибудь кейсы и механики, когда ты свою музыку продвигаешь в играх? То есть использование игр для продвижения музыки, а не просто вот игра. Вполне себе забавный и интересный кейс, и я частенько покупаю саундтреки игр, то есть поиграв в игру, залип в музыку и купил потом отдельно саундтрек или начал следить за людьми, которые написали этот саундтрек, но вот из ближайших примеров Doom. Вот. Очень много игр, где важна звуковая дорожка. Можно вспомнить того же Реймона, в котором есть музыкальные уровни, где механика платформера очень хорошо ложится на играющую в данный момент мелодию. Вот. Тебе прыгать нужно в определенные моменты и прямо ритм своими прыжками выбиваешь. Вот. Поэтому да, почему нет. Опять же, в свое время, когда мы делали игры, ну, один из моих старых проектов, мы выпустили его в Secret Launch без звука. Вот. И на удивление очень много людей играет в мобильные игры со звуком. Я был крайне удивлен, что мы хотели получить какой-то первичный фидбэк и выложили вот буквально там на недельку игру, чтобы вот первый какой-то фидбэк получить и метрики собрать. Вот. И основной фидбэк был в том, а где звук. Поэтому, как бы, ну, тестирование, так сказать, было провалено, но я теперь знаю, что в мобильных играх очень много людей играют со звуком. А ты сам в мобильные игры со звуком или без сыграешь? Ты без играешь, да? Понятно. Я, кстати, тоже без. Интересно, много у нас людей в чате, кто нас слушает, кто со звуком и без играет. Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Володь. Про музыку из игры, кстати. Пойдешь на концерт из музыки Ведьмака, который там осенью планирует быть? Ну, я очень надеюсь, что к тому моменту мы сможем выбираться из домов. Я тоже, да, то билет уже куплю. Я много концертов отменил, которые в апреле, в мае хотел сходить. Я на Вардруну тоже планировал. Ну, ладно. Владимир, что можете сказать про припродакшн и продакшн? И что происходит, когда их совмещают для того, чтобы успеть с дедлайном? Ну, я всегда, когда обсуждается припродакшн и продакшн, я все время вспоминаю известную поговорку «тяжело в бою, легко после». Вот. Чем лучше и организованнее проходит припродакшн, чем на большее количество вопросов удается ответить на этапе припродакшна, тем меньше времени уйдет на сам продакшн, потому что большая часть вопросов уже решена, тебе просто нужно, ну, делать игру по написанной документации и по всем обговоренным вещам. Если припродакшн прошел, неэффективно, то мне кажется, напрямую это влияет на сроки продакшна. Поэтому тут совмещение возможно, и это часто делается, но если действительно хочется понять срок разработки и примерно выставить адекватный дедлайн, то здесь скорее все-таки припродакшн большую роль играет. Понятно, что нужно закладывать какие-то риски, многие закладывают риски чуть ли не в 30-40% от первоначально заданных сроков, типа, ну, вот мы сделаем игру за 8 месяцев, окей, значит, добавляем еще 4 месяца, и вот это будет выглядеть примерно как вот наш нормальный срок. вот. Но вот если нормально прошел таппли-продакшн, то этих 4-х заложенных месяцев должно хватить. То есть вот этих там, я не знаю, 30-40% 50-ти, сколько добавляешь, их обычно хватает вот на практике. Я не PM на самом деле, то есть я PM-ил какое-то время, потому что PM не всегда нужен, например, в маленькой команде, 5-7 человек. Вот. В любом случае, я имею в виду, что отдельный, отдельный человек PM. Может, геймдизайнер вполне с этим справится, с маленькой командой. Вот. Поэтому тут, наверное, больше по срокам, дедлайнам и прочим, это все-таки больше к проектам, но как геймдизайнер я стараюсь максимально много вопросов решить на преподавании. Спасибо, спасибо. А вот смотри, еще один хороший вопрос от Вячеслава Василенко. Такой, как раз геймдизайнерский. Правда, долгий такой вопрос, там, отвечать на него, мы целые лекции на это проводим. Кстати, Вячеслав, на эту тему, в том числе на канале, на котором сейчас смотрите, есть лекции. Вот. Но давай вкратце попробуем ответить. Есть ли у геймдизайнера основные прям мастхэв навыки, которые надо осваивать для эффективной работы? И какой мастхэв инструментарий, который нужно освоить? Геймдизайнер, мастхэв, это естественный игровой опыт. Чем он шире и глубже, тем лучше. То есть, даже я, там, делая почти всю жизнь мобильные игры, это не значит, что я играю только в мобильные игры. Как бы, я и на PlayStation играю, и на ПК играю, и в VR шлем у меня тоже есть. Вот, я периодически играю, там, тоже бицейгер. вот, это, наверное, первое, потому что геймдизайнеру без игрового опыта или с каким-то очень узконаправленным игровым опытом будет тяжело. Вот, второе, это умение адекватно описывать механики, то есть, большую часть времени геймдизайнер описывает, пишет документацию по фичам, документацию для программистов, для художников, для тестеров, для кого угодно. И это второй навык, который очень важен, потому что неважно абсолютно какой-то геймдизайнер, нарративный геймдизайнер, балансер геймдизайнер или там, я не знаю, системный дизайнер, левел дизайнер, тебе в любом случае нужно будет писать документацию. Это основное. И на самом деле этому учатся очень долго, потому что написание документации штука довольно специфичная, и в разных командах по-разному привыкли к документации, которые ты пишешь, и кому-то удобнее одно, кому-то другое, кому-то третье, и структура документа. Я вот, кстати, рассказывал про документацию, когда к вам приходил в прошлом году, вот, я не помню, как у вас там называлось это мероприятие, если честно. Это тоже была конференция GameDevHouse, только очная. А, окей, значит, традиционно, я традиционный гость на конференции GameDevHouse. Да, вот. Поэтому писать документацию это очень сложная и большая задача, и ей нужно учиться, и долго учиться. Если говорить про то, как этому можно научиться, один из способов это пытаться писать деконстракты по играм. То есть, вот ты начал играть в игру, там есть какая-то фича, там, например, боевка, или кланы, или, я не знаю, сундучки, все что угодно, и ты пытаешься расписывать самостоятельно эту фичу, чтобы потом показать человеку, какому-то левому, он прочитал бы ее и понял, что это за фича в игре. А потом ты показываешь ему эту фичу в игре, и он такой, да, типа, вот написано там какие-то таймеры, такое-то описание, так вот должно все дропаться, вот эта вся ерунда, и, ну, в принципе, это довольно неплохое упражнение для того, чтобы научиться писать документацию более-менее. Ну, если нет возможности прямо вот напрямую писать документацию в процессе разработки. Вот, ну и дальше уже менее важные навыки, но это умение делать макеты интерфейсов. Любой, в принципе, графический редактор для этого подойдет, потому что художнику или UI-дизайнеру нужен макет из квадратиков, треугольничков и кружочков, ему больше ничего не нужно для того, чтобы понять, как делать интерфейс. То есть, ну, простецкие вещи, типа, у этой кнопки три состояния. Например, состояние, когда там кнопка нажата, когда кнопка заблокирована, и когда кнопка, я не знаю, на ней таймер. Вот такие вещи вполне себе можно... Ну, и правда, такой вопрос, его на целую лекцию можно рассказывать долго. Финальный вопрос, и мы уже будем переходить к следующему выступлению. Финальный вопрос, такой традиционный будет для всех спикеров, это какую книгу посоветуете почитать по геймдизайну? Это еще и в чате много обсуждали. Какую бы книгу ты посоветовал? На самом деле, книг по геймдизайну не так, чтобы много, но из тех, которые я читал и мне понравились, это Art of Game Design и Level Up. Level Up, да? Ну и вот, кстати, про книги еще. Вот сейчас вы, наверное, увидите мой экран, да, рабочий, вот такой вот. Экран вы увидите, если мы зайдем на страницу программы менеджмент игровых проектов, в рамках которой мы сейчас проводим мероприятие, вот она, game.hsbi.ru, ну и, собственно, наверняка многие из вас на ней были, а также ссылка на эту страницу есть в описании подкаста, то вот здесь вот в правом меню есть такая штука, как полезные ресурсы для разработчиков игр. И вот если ее покрутить, здесь много разных полезных статей, да, и вот есть раздел литература. И здесь в разделе литература собраны те книги, которые имеет смысл почитать по разработке игр и которые в большинстве своем даже есть на русском языке. Вот, вот здесь вот такая подборка книг. А еще тут подборка фильмов и много еще чего полезного, так что можете вот посмотреть, какие есть книги для разработчиков игр по разным темам. Ну что, давайте скажем большое спасибо Владимиру. Владимир, спасибо. Пахло. Пахло, поле, да. Я хотел что-нибудь рассказать. Спасибо.